да здорово мужики здорово мужики говорю поздоровайся здоровы мужики скажи давай все надо тема про одноразовые кофе-машины на примере почему одноразовые но сейчас сперва скажу вот кофе у нас же есть motsofiato точка ру точка ком если что вот сайт сайт точка ру точка ком да что у меня завалялось письмецо я даже сам не знаю что там написано ладом смысле что там делать математика на тему кофе-машин я сперва сам почитаю 12 сентября так ресторан альтрима ну ладно курска коса свадьба короче вот кто там александр и анастасия о в три часа на курска косе где-то в три часа в 10 20 танцы 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 неманцы вот мы поняли короче про кофе машину код давай помогай сразу ближе к делу плата 14000 не ремонтопригодно семистор транзистор не помогает ну поменял смысле у нас есть чип без чипа плата не запускается это у нас плата и силовая и мозги у вторые мозги туда на экран вот если посмотрим раз два три четыре и все вокруг я выпаял чтобы пробить в надежде что какая-то из этих деталей все-таки сгоревшие не поверите вот здесь я думал что все таки вот это сгорело и больше ничего все вот здесь я выпаял и пробой идет именно сюда даже если вот так пиковку положу вот кэзэ придется поверить на слово что если я выпаиваю эту деталь все равно козы потому что она вот здесь все в этом месте козы где-то с какой-то ногой да вот все пробило а почему как вы помните у нас что плата стоит снизу кожухи 1 2 снизу еще сверху какой-то сбоку кожу а бесполезно вода попала в эту часть сперва что погибло до этого до платы у нас как вода пошла пошла она у нас смотрите накипь кофемашина стоит сама себе пока кому-то наклону сюда или сюда вода наполняется по нижней линии вот этого корпуса и видно вот следы белые вот здесь она прошла и что у нас здесь правильно кнопочка вот на кнопочка кнопочка 220 вот эти два проводочка куда идут правильно на плату вот сюда где два синих вот сюда что у нас дальше происходит уходит в чип красота с высоковольтная на низковольтную ну вот кстати на деталь менял не помогает показываю кнопку плата 14000 стоит кнопка 2000 до допустим у нас тут идет не просто кнопочка электронно с катушкой управления идет от платы на катушку чтобы отключить физически питание платы пушистый пищи пушистый вот я плату плату игру кнопочку разбираю там у нас катушка так внимательно катушечка хорошо было бы если продавали вот катушка обуглилась дороги проводки дорожки все про прогорели ну и все питание пошло на этих ножках на плату 2000 и не продается дальше что получается плата 14 но продается но кофе машин сама по себе стоит сколько 155 сейчас она 43 допустим как вы помните я не любитель вот этих современных bosch сименс мили него на и прочее то мыть ну вот этот bosch это у нас вера барс то арома про одноразовая это цена получается как пол кофе машины может больше бушный кофемолка керамические ножи 14000 12000 ножи так не продаются если даже вот круп стоит у него кофемолка четыре с половиной тысячи рублей с металлическими ножами даже с защитой даже если без защиты на четыре с половиной все равно ножи можно найти представляете аппарат стоял 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 потому что люди не стали на ремонт относить купили другой за сколько там за 80 донги с вайфай там с этим вайфай bluetooth connect этим не пользуются главное диспенсер там снимается одним болтик откручивается снимается и просто там тройник трубочки и все а здесь вы как помните если там поковыряться там же получается гадость всякая давай вылазь вы там мои подписчики то знаете что здесь не очень все чисто стать уже разбирали кто-то видимо хотя нет даже ничего не тронут вот гадость здесь находится то есть хоть и легко мы сняли болтик никого не надо откручивать вот просто шланг можно пить сразу напрямую шланга как вариант выход вот а у де лонге такого нет там есть каналы где воздух может заходить что можно доказывать кому и должен доказывать я показываю я не продавец распределили парой воды пять с половиной заварочник пять шесть насос а кстати до выход какой продать за сколько за тысячу мне почему потому что здесь только насос стоит 1000 рублей если вы мне хотите продать него ну я могу взять за полторы у вас почему насос там хуже потому что там возможно нет успокоитель здесь успокоитель есть вот он здесь установлен и тут же аварийный клапан здесь за тысячу там получается насос без успокоитель но есть кофемолка то есть в него есть кофемолка с металлическими ножами поэтому за полторы тысячу за вашу кофемолку в него не 500 рублей за ваш насос а здесь за тысячу потому что здесь насос успокоитель что здесь больше больше нечем брать если мы берем экран также вот он идет сборе кто-то крутилка всегда начинает глючить шансов что хозяин заберет от кофемашины я не знаю это надо заправить машину приехать заплатить за то что я нашел причину обратно домой увезти люди которые покупают по две по три кофемашины в дом не особо торопятся забрать свои вещи потому что у них есть еще чего попить понятно если вы купили на последние копейки а потом мне пишите в комментариях у меня самая лучшая кофемашина ты врешь да я разбираясь них лучше да я обманываю да ну да когда вы там столкнетесь с такими расходами по 14000 поговорим еще по-другому потом пишите дай совет скажи что лучше купить чай попей чайничек себе вот такую кастрюлечку себе возьми кипяти вот водичку и страна выключить сходи покушай там подумай перед тем как что-то покупать в винограде покушай вон вещь я тут закрыл капсульную капсульную за тысячу можешь купить который 20 стоит а ну ты не можешь потому что ты не понимаешь как как купить можно за тысячу а я покупаю потому что предохранитель сгорел все люди не могут починить в калининграде а я могу все вот аппарат крупс с капучинатором кстати смотри какой прикольный отдельное питание у него то есть независимо если аппарат включен не включен сюда питание приходит кнопку нажимаем тут у нас сразу такой венчик он крутится там магнитики электромагниты там включать здесь магнитики крутится сбивает и тут же тен подогревает расход сколько 490 ватт максимум и все уровень наливаем допустим чуть-чуть через минуту на полторы пенка молочная для капучино готова капсулу закинул за минуту кофе сварил капсулу выкинул всегда чистый порядок здесь здесь это кошмар вентиляции тут тут вроде как будто типа отверстие как бы есть но они такие имитации тут маленько здесь маленько тут сбоку с этой вы понимаете что бак стоит опять циркуляции нету здесь тоже ничего нету здесь есть здесь нет а вы сами можете по фоткам посмотреть если там или нет по моим ощущениям там вроде нет ну так 30 процентов а раньше то как помните не буду доставать там не bosch сименс где-то там был там гораздо больше отверстий для циркуляции воздуха и нет такого в плане клапана сброса который бы здесь грязь разводил здесь мало пользовались здесь нет еще грязи вся проблема произошла только из из-за того что здесь капелька попала вот и все ну и все расходимся надо же побриться там же еще это ждет ждет александр анастасия надо побриться смысле вот еще пока до связи мужики а да мне же еще крупс отправились челябинска кстати да потом посмотрите 13000 взяли в мастерской кофе-машина не работает отправил мне вот на базе вот это такой же без экранчик артем зубков артем зубков с челябинской области на челябинск вот это марине кофе-кофе вы пойдет эфиопия регачив и бразилия как вам такой дизайн все марина жди кофе и артем жду посылку по связи это код здесь было кофе я отправил уже на урал вот здесь пакетики по было а до побриться на это снова код я побрился ну чё вырубать